Добрый день, Михаил! Ребенка оставить не с кем, потому что бабушки и дедушки далеко. Есть, конечно, няни, но когда ты нанимаешь человека, то чтобы он только за твоим ребенком присматривал, это наверняка достаточно дорого и может быть не по карману. Какие есть альтернативы? Детские сады? Как американцы выходят из такого положения? Ну, давай, Свет, я попробую, а ты будешь меня подправлять и дополнять. Что бы я сказал? Понятно, что когда у людей есть дети, то, соответственно, за ними надо присматривать. И более того, в Соединенных Штатах есть законы, которые от штата зависят возраст, но до наступления этого возраста не можешь одного ребенка оставлять без присмотра дома, например. Это такой существенный возраст. Это может быть 10 лет, 11, даже 12. От штата зависит. Вот. И что делают? Есть такое понятие «бабиситор». То есть, если нужно пойти в театр или там, как вот у ребят в библиотеку, что-то они вдвоем ходят. Здесь есть библиотеки. Причем, есть библиотеки. Значит, то... Нет, но они пойдут днем в библиотеку или вечером. Это не имеет никакого значения. Днем они, скорее всего, работать будут. Но если они хотят пойти в библиотеку, значит, они берут бебиситора. И бебиситор – это разовый человек с разовой оплатой. То есть, он, ну, допустим, даже будет стоить вам 15 долларов в час. Так вы пойдете на 3 часа в библиотеку, это вам будет стоить там 45 долларов. Ну, бывает бебиситор, который посидит, ну, допустим, ребенок соседский. Вот, скажем, соседскому ребенку там, например, 15 лет, и вы хотите оставить своего ребенка, которому там 10, например. Да, и они там прекрасно могут там поиграть во что-то и так далее. И там еще и мама того ребенка тоже присмотрит, если что, там, на дому. То, ну, вот оставите, дадите ребенку там 30-ку, может быть. А ему в радость. Для ребенка это большие деньги. Вот. Поэтому няня – это уже такое более постоянное решение. И это решение, которое является альтернативным отдаванию ребенка в садик. Потому что в садике, сами знаете, там много детей, они приносят всякие инфекции. И, соответственно, там, ну, как бы меньше индивидуального внимания. Есть дети, которым требуется больше индивидуального внимания. Хотя я вам скажу, любому ребенку, в общем-то, наверное, лучше иметь больше индивидуального внимания. Хотя есть такие дети очень социальные. И вот то, что называется садовский ребенок. В нашем риме были такие понятия, как садовский ребенок и не садовский. Или там ясельный, или и не ясельный. И так далее. Поэтому это уже отдельная история. И я вам хочу сказать, что в Кремниевой долине, если вы здесь вместе живете и нормально зарабатываете, чтобы здесь жить, то, в принципе, няня – это уже и не такой большой расход по сравнению с тем, как, например, там, моргидж платить, там, или, я не знаю, там, за частную школу и так далее. Вот. Если вы здесь сводите с концы с концами, это другая ситуация. И, на самом деле, люди, которые сегодня, например, достаточно свободно себя чувствуют с деньгами, может быть, они какое-то время назад сводили концы с концами. Это довольно характерно, например, для начинающих иммигрантов. Вот по рабочей визе он приехал, один работает, а мама, значит, второй зарплаты в семье нет. Бывает так. Бывает, что на гринкарте латерички, вот они, может быть, даже оба работают, но такой профессии ходовой нет, денежной, работают там за, там, не знаю, 12-15 долларов, и опять получается, что сводят концы с концами. То есть, есть много причин, по которым люди начинают с того, что сводят концы с концами. Вот языка нет. Может, и профессии есть, языка нет, пока сводится. Вот. Так что вы по ходу дела увидите, что там происходит. Чтобы пойти в театр, вы можете с друзьями, например, оставить ребенка. Это как бы обычное дело. Вот. Я хочу сказать, что вот летом, например, вот мы знаем людей, которые любят детей вывозить, ну вот как бы на дачу. Дача, это, скажем, три часа езды отсюда. Озера такие в сосновых лесах, в хвойных таких лесах, в горах. Изумительнейшие места. Вы себе не представляете, как там дышится, какая там природа, и какие там хорошие, милые эти озера и так далее. И вот они снимают дом. Там очень много таких домов на сдачу. Такие они большие дома, серьезные, просторные. Вот они снимают такой дом, и там, может быть, одновременно, там, не знаю, там, семь, восемь, десять детей. И мамы берут отпуска. Недельку. Одна мама с ними сидит недельку, другая мама сидит недельку, третья мама сидит. Глядишь, там полтора месяца дети все были присмотрены и находились на даче. То есть люди организуются, и так тоже не обязательно, чтобы это было связано вот именно с каким-то таким существенным денежным расходом. То есть это целый мир. Вот. И когда вы здесь окажетесь, я вас уверяю, что никакой принципиальной проблемы в том, чтобы вместе там куда-то пойти, у вас не будет. Если вы будете нормально здесь зарабатывать, и так далее. Вот. А если не будете нормально зарабатывать, может быть, вы куда-то уедете, в другое место, где все дешевле намного, и, соответственно, проще. А библиотеки всюду есть. Театры нет, а библиотеки есть всюду. Ну, вот, я думаю, что мы... Света, скажи, что да. Ну, я хочу сказать вот, что, во-первых, вопрос прозвучал немножко странно, потому что пойти в библиотеку или в театр, это разовое мероприятие. Конечно, об этом речь. И возникает вопрос, а где у вас ребенок находится целый день, допустим, когда вы на работе, или у вас это вопрос... Но раз вопрос поставлен так, что речь идет именно о детских садах, да, то я бы сказала так. У нас есть, как бы, две категории садов. Одни сады маленькие. Это садики, которые люди обычно держат дома. Они получают специальную лицензию, и они могут в доме держать там до шести детей. Одновременно. Одновременно. И такие сады, они обычно берут, начиная с грудничков, то есть им очень важно, чтобы не постоянно было вот этих шесть детей. Они, как правило, их держат лет до двух, до трех, а дальше дети идут в более такой продвинутый сад, где с ними все-таки занимаются. То есть это сад, но в таком нашем понимании сада, где уже есть уроки, и они стихи там учат, и у них есть музыкальные занятия, как-то более продвинутые. То есть ясельки там на дому, да? Да, вот эти ясельки на дому, там в основном все-таки все дело сводится к такому просто физическому уходу за ребенком. Там развитие мало и присмотров, да. Там развитие ребенка, ну, такое есть, вот он развивается, смотрит на старших детей, которые уже ходят, например, а он еще ползает. Или мультики смотрят. И целыми днями они смотрят мультики, да, чтобы было детей, чем занять. Значит, ну, естественно, конечно, даже шесть детей, как только они собираются в коллективе, там, конечно, безусловно, есть инфекция. И ребенка туда, вот наша внучка пошла в такой садик шести месяцев, и она начала болеть страшно. Шестимесячный ребенок болеет, это вообще ужасно. Маме нужно было идти на работу, и няню они не хотели брать, они считают, что по молодости лет, что это такая хорошая альтернатива. Сейчас у них уже, когда второй ребенок, они уже взяли няню к себе домой, индивидуально, и эта няня сидит с ребенком, тьфу-тьфу-тьфу, ребенок не болит. Значит, другая категория садов, это сады уже такие, которые находятся в отдельных помещениях, и они есть как русскоязычные, так и англоязычные. А русскоязычных еще обыщешься? Русскоязычных обыщешься, но они есть, и вне менее. Значит, туда берут детей, начиная с двух лет, и там уже хозяева этих садиков, они стараются организовать им как-то обучение уже. То есть приглашаются педагоги, какие-то занятия включены в стоимость этого садика, какие-то занятия приглашают они дополнительно учителей, и это дополнительных денег стоит. Но это уже вполне полноценные сады, вплоть до того, что там есть театральные студии, дети выступают и танцуют, и в общем, все это очень серьезно даже. Ну вот сад, в который наша Саша ходила, старшая, там не принимают на работу, если у тебя нет высшего образования по дошкольному воспитанию, из пединститута. То есть они все закончили большой сад, там у него два места, где он находится, в двух разных городах, и они бы с удовольствием открыли в третьем городе, но очень трудно получить место для сада. С помещением сложно. С помещением сложно, вот они уже много лет ищут, и они могут найти подходящего места. А потребность в этом, конечно, очень большая. Вот мы слышали недавно, на канале там выступала та самая женщина, что она собирается открывать такой вот сад. Наташа собирается открывать сад в еще одном месте. Ну, в помощь, как говорится. Это очень востребованный бизнес, и вот вы говорите, куда ребенка деть на поход в библиотеку, а многие спрашивают, а чем жить, чем заниматься, как вообще выживать. Значит, если у вас будет садик, в котором шесть детей, и вы будете брать, вот как здесь люди берут, скажем, 1200, 1300, 1400 в месяц с ребенка, ну там даже 1250 умножить на 6, значит, это уже получается там 7,5 тысяч умножить на 12 месяцев в году, уже 90 тысяч. Ну, не считай. С этим связаны расходы определенные, конечно. Но это можно жить. Нет, ну, приходящие люди есть, которые помогают, потому что одному человеку 6 дней тяжело справиться. В общем, сложности есть, и плюс нужно дом иметь, да, потому что если ты не имеешь дом, ну, не знаю, снимать дом, который переворудует нам этот дом, детскую площадку. В общем, для того, чтобы иметь садик на дому, нужно иметь лицензию. Иногда несколько родителей изговариваются, например, и один родитель сидит со своим ребенком над двумя другими. Светик, я подозреваю, что до 6 детей и лицензия не нужна, а лицензия нужна, если больше. Ну, может быть. А до 6 уже можно так. То есть, возможно, варианты, возможно, варианты всевозможные. То есть, кто-то сидит здесь, нет, кто-то работает. Смысл этого всего определяется очень просто. Если вы на работе зарабатываете больше денег, чем вам нужно заплатить няня, то нужно идти на работу и работать, чтобы дальше двигаться, и чтобы был какой-то старт. Если у вас подходящей специальности нет, то мама сидит дома и берет других детей, и это тоже ей какой-то преработок. Но на самом деле многие женщины, которые зарабатывают не больше, чем няня, все равно предпочитают идти на работу, при том, что, скажем, она то, что зарабатывает, отдает няне. Но с тем, чтобы у нее шел стаж, с тем, чтобы у нее опыт и язык, и рост какой-то был профессиональный, потому что иначе она посидит дома несколько лет и сложно будет. Нет, ну люди все разные. Одни люди сидят дома и говорят, это такое счастье смотреть, как твой ребенок произносит слова первые, ходит и так далее, а другой говорит, я не могу дома с ребенком сидеть, я на работе просто отдыхаю, а дома мне очень тяжело. У всех людей разные подходящие. У нашей Софии семь внуков, и она на работе отдыхает. Да, поэтому люди разные, потребности разные, и слава богу, что люди разные. Одни люди сидят здесь, а другие люди с того, что он будет на работу зарабатывать деньги. Да. Ну что же, Света, я считаю, что мы как могли ответили. Так что, ребята, не боитесь, в библиотеку сходить всегда есть возможность. Счастливо!